Верхово, пожалуйста, заходите. Просто пока подождите, пожалуйста. По версии следствия, четверо подсудимых, являясь членами запрещенной в России организации, Хизбут Тахрир Алислами, занимались верботкой мусульман в казанских мечетях. Верующих приглашали на закрытые собрания, которые проводились на съемных квартирах в разных районах Казани или в кафе на складской. Там же с них собирались пожертвования в размере от 100 до 1000 рублей. В ходе указанных собраний членами группы изучались книги системы ислама, партийные сплочения, основы исламской навсии. Приобретенные ими знания и навыки шахеров требовали использовать для склонения новых лиц к участию в деятельности организации Хизбут Тахрир и с этой целью посещать мечети, за которыми были закреплены, в том числе мечеть Казан-Нуры, а также самостоятельно изучать выданную литературу, соблюдать меры конспирации. Сторонники Хизбут Тахрир обвиняются в организации деятельности террористической организации. Финансирование, терроризм. Их родственники обвинения считают надуманными. Обвинение требует от 16 до 20 лет. Это страшно подумать для таких молодых людей, у которых семья и одному подбою малолетних детей. Они не в чем, пусть они виноваты. Единственное, что в них вина, кое-где, может быть, проявили неосторожность. Слишком доверили лицам, которые действительно злоупотребляют на религиозных чувствах людей. Свою вину подсудимые не признали. Суд же вынес вердикт. Отправить их отбывать наказание в колонию строгого режима. Айрата Шакирова на 18 лет, Арслан Салимзянова на 16 лет, Райнур Ибатулин и Наиль Юнусов пробудут в местах заключения по 17 лет каждый. Решением суда родственники обвиняемых и адвокаты оказались недовольны. Ведь такие сроки лишения свободы в России назначаются впервые. Слишком сурово. Активистов ячеек организации Хизбут-Тахрир Алислами в Татарстане сотрудники Федеральной службы безопасности задерживают периодически. Спецслужбы проводят обыски и изымают пропагандистскую литературу, а также отчетные документы о вновь увлеченных лицах в партию исламского освобождения. В отношении сторонников запрещенной международной политической организации возбуждаются уголовные дела. Ведь в 2003 году в России она была признана террористической. А значит, ее деятельность на территории страны будет преследоваться законом. Эльмира Глёхметова, Андрей Ключников, Владимир Латушкин, Телеканал Эфир. Эльмира Глёхметова, Андрей Ключников, Владимир Латушкин, Телеканал Эфир.